Ты готовишь курс по воспитанию детей, их родителей, да, вот именно... Именно по, да, то есть позиции традиции, то, что может вот традиция подарить нам в сегодняшнем современном мире. То есть к нам обращаются десятки, сотни людей, у всех есть какие-то проблемы, да, ну или как говорится, ненько хорошо, задачи, которые нужно решить. Их очень много, действительно, в сегодняшнем мире. Нужно уметь оберечь свой свет, да, сохранить свое пространство, свой ладный настрой. Вот именно по тем, тому, что дает народная традиция, вот будет наш курс, который покажет, какие сказки нужно читать детям, какие песни петь, чего нужно опасаться в каких-то символах. Потому что мы в 90-е годы уже сделали мощную работу о влиянии на психоэмоциональный потенциал подрастающего поколения образно-информационных структур. Это очень серьезная работа большого такого коллектива, где собрались специалисты разных специальностей. Такой мультипрофессиональный был коллектив. И, конечно, там основной вывод был, что нужно нести традицию, нужно сохранять традицию. И за это время мы накопили большие наработки. Как с помощью игр можно раскрывать ребенке лучше, какие должны быть игрушки и так далее. Это большая радость, что мы сможем через интернет общаться со всеми людьми. Вот у нас недавно приезжала женщина из Испании. Ну что делать? Ну вот, нужно нам русские песни на тонарифу петь. А что делать? Кому легко? В этом курсе будут и песни. И будут песни, конечно, и руны, и сказы. И как играть с детьми. И как играть с детьми, да. И как самое главное – воспитать ребенке вот этот стержень мировоззренческий, который позволяет в нем пробудить радость к познанию окружающего мира. Когда весь мир для него, вот процесс познания будет большой радостью. Мы укажем ссылочки в описании к видео, по которым можем будет перейти и подробно ознакомиться с курсом. Да. Субтитры создавал DimaTorzok